Сегодня перед 16-летними, 17-летними подростками стоит выбор, какую профессию получить после окончания школы. И вот экскурсия на Жабенковский сахарный завод пришлась будущим выпускникам и ко временем, и к месту. Им показали работу предприятия со всех сторон, дали возможность посмотреть производство, так сказать, изнутри, указали на все тонкости работы. Мы в этом году ввели в практику именно, показать именно старшеклассникам, которые стоят перед выбором профессии. И мы сегодня организовали такую экскурсию для брещан и для ребят-жабенковцев, именно посетить сахарный завод, где они могут своими глазами посмотреть, как производится продукт, именно сахар. Да, мы все его употребляем, да, он используется во многих наших видах продукции, которые выпускаются, применяется как состав. Но как производится, никто не знает. Самое интересное, что многие ребята думают, что сахар по себе, он такой только и есть, сразу белый, и как мы его видим уже непосредственно в готовом виде. Ребята побывали на огромной площадке Жабенковского сахарного завода, куда привозят свеклу, узнали, какой путь она преодолевает, чтобы превратиться в привычный всем сахар. Познакомились с ассортиментом различной техники. Ну а руководство завода и работники, в свою очередь, подогрели интересы ребят к этой нелегкой, но весьма интересной профессии. В рамках традиции по преемственности поколений мы приглашаем молодежь с экскурсиями для того, чтобы будущие возможные наши работники ознакомились с условиями работы на заводе, с основами технологических процессов, которые происходят на предприятии. Вполне возможно, что кто-то из них в будущем и выберет профессию сахаровара. Я впервые на такой экскурсии впечатлена, никогда не видела чего-то подобного, вот в целом довольна. После увиденного я очень впечатлена и, наверное, буду рассматривать все-таки перспективы на сахарном заводе. Вдруг у меня получится, почему нет. Промышленная экскурсия для города-спутника, да и в принципе для Жабенковского района в новинку. Но руководство города уверено, что такого рода проект в будущем активно будет развиваться, дополняя различные формы и направления.